В начале было слово, а мы давно узнать хотим, зачем, когда и как всё это было. Для многих участников команды «Логос» из одноимённой воскресной школы при Богородице Рождественском храме села Тарычёва эта Олимпиада стала первой. А вот Анастасия Бугрова, капитан команды «Асида», принимает участие в подобных соревнованиях уже второй раз. И не понаслышке знает, как важна тщательная подготовка к конкурсу. Мы очень серьёзно готовились, прочитывали всё по несколько раз. Были у нас вопросы, которые мы тоже очень много раз отвечали. Где-то ошибались, где-то заучивали и думали, что мы победим. Более ста человек, дети, их родители, священники, преподаватели стали свидетелями этого поистине знаменательного события для Виновского благочиния и для района в целом. Во многом успех мероприятия обеспечен всем неравнодушием и преподавателям детей, которые принимают в нём участие. Это праздник для детей. Прежде всего, это праздник. Все с радостными лицами, чтобы поддержать свои команды, приезжают сюда с педагогами, со священниками, с настоятельными храмов. Поэтому мы видим, как эта Олимпиада приобретает всё больше и больше такое значение. Олимпиада воскресных школ включала в себя три основных конкурса. Первое – приветствие. Это было творческое задание, где команды должны были представить свой храм, проявить актёрское мастерство и умение выступать на сцене. Будь добрее, улыбнись. Холодной думай головой, ведь в мире всё закономерно. Зло, излучённое с тобой, к тебе вернётся непременно. На следующем этапе проверяли знания по священной истории. Ребята отвечали на вопросы по Ветхому и Новому Заветам, а также по храмоведению. Одно из важных дисциплин в православных школах. А в последнем – фото-конкурсе. Команде нужно было дать правильное название иконе Пресвятой Богородицы. На подготовку ответов отводились считанные минуты, но и их хватало участникам, в целом показавшим хорошую подготовку и прочные знания. Наталья Буслаева и я, Адамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.